Гений тактической мысли. Как он поменял игру? Что не получается у Капского-младшего? У нас же все физруки. И в Польше просто разносите 4-0. 4-0 через какой-то, блядь, поток, кровь там и рыгот. Это был крепкий европейский клуб. Привет, друзья! Это снова шоу на банке. Я уже, честно говоря, сбился со счета, какой это выпуск у нас. Но сегодня снова я. Меня зовут Михаил Горнак. Со мной Виктор Кучинский. Михаил Кузьминков. И у нас в гостях прекрасный гость Алексей Анатольевич Бага. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. То есть, неважно, какой у нас выпуск по счету. Самое главное, что с каждым выпуском весомее и весомее становимся мы. Добрый день еще раз. Видел ваши предыдущие. Я не соглашусь с вашим выражением. У вас были очень хорошие гости. И хорошая идея ваших встреч, ваших рассуждений. Прикольно. А кто, например, лучше может быть Баги? Вот из тех, кто уже был. Из того, кто были давно. Если я начну говорить, я их просто... Обижу, классные пацаны у вас были. То есть, мы не будем соревноваться, кто лучше. Давайте рассуждать, рассказывать, что-то вспоминать хороших людей футбольных. И это хорошая движуха. Мы одно дело делаем, популяризуем футбол наш и каким-то образом обращаем на него внимание. Так, смотрите, Алексей Анатольевич, у нас получается такая ситуация. Тур еще через пару дней. Поэтому нет смысла про него разговаривать. Еврокубки, может быть, немного обсудим. Но сегодня мы посвятим выпуск только вам, вашей карьере игрока, вашей карьере тренера. Ну и замечательным людям, которые встречались на вашем пути. Это, я думаю, главнее всего будет. Потому что есть о ком и о чем вспомнить. Вот, карьера моя игрока не такая пестрая, большая и насыщенная какими-то большими там клубами и всем. Но, тем не менее, опять же, встречались разные и по ту сторону баррикад футболисты, большие, если вспомнить те же игры с Миланом. И довелось поиграть в одной команде с большими футболистами в лице Кутузова, Глеба Живнова и все. Поэтому, наверное, все-таки самый большой абзац наших разговоров сегодняшних будут люди, которым не попадались. Ну так давайте мы к этому будем переходить. Но все-таки начнем, зацепим мы сегодня то, что происходит сейчас, а именно Еврокубки. Еврокубки. Следите, ну, я думаю, точно следите за Еврокубками. Что можете сказать о командах, которые сейчас выступают в Еврокубках? И есть ли какие-то шансы у нас дальше на группу? Ну, что, ребятки, сказать? Единственное, что большой удачи пожелаем Гродно. Да, у них еще все-таки шансы остаются. Чего не скажешь наверняка уже по всему уважению к Борисову. Чересчур много пропущенных голов. Большое такое и громкое поражение от Шерифа. Вот, что будет дальше, посмотрим, дай бог сложится. Да, ну, если рассуждать так уже, без всяких шуточек, прибауточек, естественно, мы все должны познавать сравнение. И буквально 5-6 лет мы имели огромные Еврокубки в лице даже двух команд. Помните, да, когда Батайзинова Минска играла в группе? Вот, большие клубы сюда приезжали, большие клубы проигрывали здесь или теряли очки. Да, это была групповая стадия. Поэтому сегодня мы этого не имеем. Поэтому, конечно, мы можем поддерживать ребят, тренеров, футболистов, но рассуждать в таком плане, что, конечно же, в этом компоненте, именно в прохождении в Европе игры наши в Еврокубках мы наверняка стали хуже. Да, но в любом случае шанс есть как бы и у Немана, и у Бате плей-офф лиги конференции. Да, поэтому пока хранить не стоит. Нет, нет, я же говорю, что пока есть последний патрон в туалет, надо бороться. Потому что на сегодняшний день, оно и раньше так было, но на сегодняшний день Еврокубки, мы же все прекрасно понимаем, финансовая составляющая, плюс это какой-никакой рынок для футболистов и опыт для тренерского штаба, потому что ты играешь на стадионах в другой стране, в другом антураже, другие судьи тебя судят. Это супер, потому что рассуждаю не как где-то там со стороны, а слава богу, довелось самому в этом поучаствовать. Поэтому как бы турнир не назывался у того или иного нашего представителя в Еврокубках, какая бы там группа ни была, конференции, дай бог Лиги чемпионов, это в любом случае плюс, и дай бог, чтобы так сложилось. Как вы думаете, в Бате уже шансов нет с Шерифом? Ну а если про второй Еврокубок, даже третий Лигу конференции, там шансы, как думаете, есть? Ну, про Шериф будем, как говорится, верить, что чудеса случаются в футболе, в жизни, да, и желаем хорошего вечера борисовчанам, но поражение первое такое достаточно серьезное, причем оно на фоне той игры, которую показал Шериф, наверняка не случайно. Поэтому что будет после уже этого раунда с Борисовым, конечно же, там шансы большие. Так, что скажете про Неман? Молодцы, молодцы, банально, коротко, но молодцы. Потому что, ну, приятно. Потому что два пройдена соперника, надо, опять же, мы возвращаемся к логистике, про автобус этот Гродненский много уже сказано, там фото и отчеты есть, но оно, с одной стороны, соглашусь с Игорем Николаевичем, одно дело сидеть в аэропорту, где-то 10 часов там, я просто, опять же, сталкивался с этими пересадками, состыковками, одно дело. Второе дело, едешь на автобусе, все вместе, где-то это сплочает, где-то, тем более, сегодняшняя наша ситуация. Пройдены два соперника, достаточно квалифицированная обойма у Гродна сегодня, и тренерский штаб, и пацаны, то есть, они давно уже вместе, ним, по большому счету, мне надо ничего рассказывать. И, как правильно, сейчас Игорь Николаевич в последнем интервью говорил, что и опытных хватает ребят, и... Пашан Ковалевич показал, что может что-то еще. Игорь Николаевич, который, да, который в свое время с Нафтаном хватанул немножко Еврокубков, да, но надо, не надо забывать, что Игорь Николаевич поработал в сборной и на Олимпиаде, на чемпионате Европы в Швеции с Игорем Анатольевичем Курнинином, то есть, он видел этот тоже европейский, скажем, такой запах стадионов, и это все сложилось сейчас воедино в этот пазл, который Гродно вот по Европе в этом автобусе так достойно возит. Поэтому большие молодцы, честно говоря, ну, приятно, гордо, как угодно, но сегодня, сегодня каждый такой шажок, каждый проход раунда для любой нашей команды, то есть, мы чемпионат убираем, наши какие-то пристрастия клубные, там, где-то мы можем во время игры, там, да, иметь какие-то эмоции, там, ну, пускай не поругаться, но пошуметь друг на друга, но когда касается Еврокубков, то тут, конечно, мы должны болеть воедино, и они сегодня красавцы. Ну, и в целом есть шансы, всего лишь 1-0 проиграли, я думаю, что могут зацепиться, и не скучно, что цели пройдут. Ну, конечно, Мишань, мы должны понимать, что вывеска цели Неман после 1-0, ну, и что, это не грант, это не какой-то там, и первая игра не показала, что Гродно заперли в штрафной Лавратарской и гоняли там их без шансов, то есть, в любом случае, любой стандарт, любая контратака 1-0 в твою пользу, и все меняется, психология в Еврокубках, и удача какая-то, это очень большое дело, то есть, тут я очень спокойно отношусь к этому результату первому, даже, даже при том, что сейчас убрали этот выездной гол, и все это такое, да, какие-то тактические моменты, которые влияли на это все. Поэтому, поэтому большую удачу Гродно, и я думаю, что у них еще даже с целью очень большие шансы. И получается, что буквально через пару часов... Здорово, да, что в выпуске как-то картинки шли, вот, вы говорите, контратака, штрафной, стандарт, и как раз все так произошло сегодня. Нет, это на самом деле так, потому что я говорю, что просто пришлось это все переживать перед собой, и были намного большие вывески у нас, если брать тот же Борисовский этап, да, когда там штурм был на выезде после ничьи в Минске, там, и Кириадж Мона, когда нас там пугали, будет там 40 градусов, какая-то влажность, какое-то что-то. Ну, ничего, убежали в контратаку на 93-й минуту, Санька Павла забил, и решили вопрос, поэтому тут все нормально. Вот так, Алексей Анатольевич, опять же, возвращаясь к вашей карьере, вы говорите, что она, там, может быть, не суперкрутая, но, тем не менее, опять же, насыщенная, много людей, но сегодня вы, наверное, первый гость, с которым хотелось бы начать не там с какого-то первого клуба, а именно с того, там, кто ваши родители, как проходило ваше детство? Да, в общем-то, очень банально, тут я вам тоже не буду каким-то героем-собеседником, мать всю жизнь проработала маму-воспитателем детского сада, батя был военнослужащий, вот, и нас очень серьезно бросало по тогда еще Советскому Союзу, я там, по-моему, 4 или 3 школы поменял, пока мы колесили и ездили. Вот, и так получилось, что на тот момент, батя, наверное, лейтенантом был, служил в Борисове, и родился я в Борисове, как раз вот в городе, где потом и первую матч в Шерлиге сыграл и стал, и сначала в тренерском штабе работал, потом главным тренером, то есть так сложилось, так жизнь сложилась, что именно с этим городом много связано. После Борисова поехали по, я еще раз говорю, там, под Витебском жили, в Ручи служебная квартира была, и уже потом, когда отец еще был, служил, уже, наверное, перед пенсией полковником, звание полковника было, мы уже осели в Веснянке, где вот в этой квартире сейчас родители живут, ну, а мы уже с Димкой, как говорится, слава богу, мы имели возможность заработать на свои, и живем по своим квартирам. Поэтому ничего такого, как говорится, обычная семья, школа, садик, работа, дом, там, никаких курортов, ничего, да и, в принципе, классное детство, классное время приобретения с родителями, раньше же никаких таких этих не было, гаджеты, маджеты, то есть футбол, грибы, рыбалка, то есть все такое банальное, но такое классное, которого сейчас, я думаю, многим не хватает. Грибы сейчас тоже есть. Грибы есть, время нет. Согласен. Раньше было время, батя в охапку взял, ведерка и пошел под Борисовым там бродить, там, тем более, эти полигоны, все это, сейчас, кстати, это очень сильно застроили, вот, наверное, год-два назад, может, меньше ехал как раз с кладбища Анатолича, дорогой через Дудинку и через полигон, чуть, честно говоря, не заблудился, даже Борисове расстроили все, вот именно на тех местах, где мы с батью когда-то ходили за грибами, но жизнь идет вперед, поэтому так есть. А так, в принципе, в принципе, вот такая, в общем-то, банальная, короткая история. Ну, и, к сожалению, еще раз возвращаюсь, очень быстро это все пролетело уже. Один раз щелкнул пальцем уже 40-40. Почему футбол? Ну, тогда... Футбол начался уже в Уручи, когда мы жили в Уручи, на служебной этой квартире, во дворе пацаны пошли в секцию и, естественно, как бы массовку затянули, да, вот, на базе 45-й школы в Уручи этот тренер Едалов Николай Николаевич собирал первый наш созыв этот, сменовский, вот, и все, пошел-пошел, было там, ребят, несколько со двора, потом добавились там с одного Уруча, с другого, группка такая сложилась. Ну, и все эти банальные вещи там, справки, медосмотр, в принципе, единственное, что потом, как получилось, то есть, собирали на базе 45-й средней школы в Уручи, но непосредственно 81-й год, это Едалово, он занимался тут вот на смене, в Веснянке, где сегодня футбольный клуб Минск базируется, и вот уже с первого там, со второго класса мы всей этой Гурьбой в Уручинской ездили вот с Уручи туда вот на Веснянку, пересадкой, на метро, где-то родители подвозили, где-то сами, вот, и все, и так, ну, как жизнь складывается, ребята некоторые отвалились, кто-то в учебу, кто-то там пошел возле подъезда там побранчать на гитаре, кто, ну, как-то зацепил сразу футбол, кто-то бренчит, может уже, да, кто-то уже не бренчит, может ему уже бренчат там где-нибудь на ухо, вот, ну, так зацепил футбол, футбол все-таки, ну, для пацана, я считаю, зимой хоккей-то, да, летом футбол, и так и остался, и так и остался в Зюшоре, в этом, как он, Зюшор смена называлась, первенство города, хрустальный мяч, выпускной, и понеслась. Смотрите, а брата вы с собой взяли, или как бы он как младший смотрел, что старший ходит? Брат уже, уже брат Димка пошел, опять же, в ту же смену, в набор к Шутовичу Михаилу Францовичу, но мы уже жили вот здесь, вот, в Веснянке, буквально вот через дорогу, вот, если знаете, футбольный клуб Минк, через дорогу, вот, где магазин соседей, вот вам во дворах родители до сих пор живут, и уже оттуда я его поволок, как бы, вот сюда на смену. А Шутович случайно не создал потом клуб Арсенал, где Дима? Был Арсенал, да, он потом создал этот клуб, да, и туда много ребят перешло, вот это его 90-го года, наверное, и Игорь Ясинский, и Перепечка Саня, и Димка, и, может, даже и Макс Кауш, то есть у них было это время одно, да, под названием, под эгидой Арсенала, они катались там и по турнирам. В принципе, он создал это, и это не оказалось мыльным пузырем на то время, они объехали очень много турниров, я помню, и в плане таких, то есть, ну, там фишки, манишки элементарные у них всегда были, то есть чего-то не хватает, где другим школам этого не хватало, у них всегда это было в достатке, я помню, и турниры за границу, и, в общем-то, они покатались хорошо, поэтому, ну, и как результат, много пацанов потом и играло, в принципе, и заиграло, и до сих пор. Ну, мы вместе ездили по турнирам. Ну, и до сих пор пытаются играть. Ты тоже ездил? Ну, конечно, и с Димой ездил, и с Скаушевым. Да нет, нет. В Финляндию, самый памятный его турнир. Да, 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 было на пароме, по-моему, там, в Хельсинки, да, до сих пор где-то у родителей, кстати, фотки есть от того турнира, много фоток, и вот как-то недавно смотрел, я уже со своими дочерьми смотрел, и как раз вот эти фотки на глазах. Мы жили в спортивном зале тогда. Ну, это нормально, я тоже так и с Владимиром Антоновичем Пигулевским царствием небесным проехал тоже таких пару турниров, что вроде вывеска, едешь там, сейчас будешь чуть ли не в Букингемском дворе жить, или дворце жить, а потом приезжаешь, один матрас на троих, там, подушечку подложил, там, бутик поделил на двоих, но зато там... Но это как сплощалось, в принципе. Конечно, зато 60, там, 100 команд с Европы ты играешь, ну, как раньше турниры, да, там, в 10 играешь, в 2, в 4, там, короче, целый день. В один день, типа. Типа того, да, не моешься там, но зато тусовка, там, где-то с кем-то сфоткался, там, забил, там, ну, прикольно. Поэтому вот еще раз говорю, вот это вот движухи этих грибов, рыбалок, вот этих вот турниров, вот это вот автобусного движа, может быть, нам сейчас и не хватает. Слушайте, такой еще момент про взаимоотношения с братом, то есть вы старший, ну, то есть, как бы, когда есть два пацана, это я по себе знаю, там, когда у меня есть старший брат, он меня в какой-то момент до определенного возраста, пока я не стал посильнее, избивает, ну, бьет, избивает, бывает, унижает. То есть, какие у вас взаимоотношения были? Вы тоже гоняли Диму или нет? Блин, у нас 9 лет разница, в принципе, я когда уже, он, когда он таким уже стал, скажем, ну, первоклассником, да, мне уже там 16-17, если я ему шлюпнул, наверное, блин, ну, немножко. Да тогда можно было, наверное. Да нет, такого, чтобы, ну, может, там, как-то где-то щемануть там в комнате, ну, так уж, чтобы бить, нет, наверное, потому что он потом тоже и футбол, там, где надо было помочь, что-то подсказать, плюс со школой надо было подсобить, потому что, ну, родители, ясно, два футболиста, школа, ну, не заваленная, скажем, отошла на второй план, и где-то чего-то, да, там, в любом случае ты понимаешь, что, да, футбол, окей, там, и вроде получается, но, тем не менее, что-то надо закончить и школу, и куда-то поступить, и там, что-то из себя представлять. Да, то есть такого плана где-то помочь, потому что, ну, может быть, какие-то такие, ну, я думаю, в любой семье, если там двое-трое детей какие-то, там, заварушки были, ну, такого, чтобы, в принципе, мы нормально, классно жили, и так, опять же, была маленькая комнатушка на двоих, невзирая на то, что у нас там разница в возрасте, я там был постарше, хотя никогда не было никаких там тусовок, друзей, кучами ходили, мы всегда как-то дома, тренировки, турниры, да и, в общем-то, так жили этим всем. А футбольные подсказки были, брату, там, где, как, что? Ну, такого же, чтобы, я часто ходил к нему на игры, первенство города, там, и в зале, когда они играли по зиме, там, какие-то турниры, ну, сказать уже, чтобы я там напротив тебя посадил, там, ты такой-сякой, во-первых, я на то время сам был там молодым начинающим футболистом, что я мог подсказать по большому счету. У них был свой тренер, своя команда, я думаю, там ему хватало информации, хватало того, чего можно толкнуться в дальнейшем. Кто сильнее, как футболист из братьев? Ну, вот спустя время уже можно, наверное, сказать. Саша Глеб и Слава. Да, ну, из братьев, понятно, Бага. Из братьев Бага. Да. Разные позиции, наверное. Даже не в позициях Мешкодела, тут какие качества, наверное, физические, он повыше по, я думаю, что для сегодняшнего футбола, наверное, более сложным. Но, опять же, надо понимать то, что это поколение 90-го, вот Егор 88-го, Сиваков, да, они уже хватанули этого футбола, когда появились все вот эти вот вспомогательные вещества для восстановления, для тренировок, вот эти все резиночки, босу, шмосу. То есть мы при всем уважении могли что-то раздобыть там в интернете, может быть, в каком-то. Или же рано кто уезжал, Кутуз, там, Глеб, мы у них могли что-то спросить. Специально, а что вы делаете там, то да сё, Юрка Живнов был на этом помешан, там, питание, всё. Ну, и то мы, это был мизер. И мы, по большому счету, своими неверными какими-то вот этими действиями убили 2-3 года карьеры, это 100%. И травмы вот эти все, и всё остальное. То есть они же, это поколение, им посчастливилось уже работать в других немножко условиях при других требованиях, и, наверное, можно назвать их карьеры удачнее. Потому что поиграли и за границей, если брать Егора, мы слышали, Стас Драгун по России, тоже Димка вроде, да, там не было Арсенала Барселона, но год провёл и в Греции, и в Израиле. Были периоды и десятикратный, наверное, в Борисове чемпион. То есть вот это было, они этим, может быть, тоже не в полной мере воспользовались этим всем, но я думаю, что они удачливы. Хотя, хотя, если брать 81-й, там, плюс хвостик 83-й, мы тоже имеем и Глеба, Юрку Живнова, Кутуз и Корнила, там тоже было Звёзд, и Калач, Тимоха. То есть люди были с шикарными карьерами. Слушайте, ну, много говорят о том, что, допустим, ну, вы сказали, там, 90-89-й, там, год примерно, ребята, они уже получили больше информации, там, про восстановление, больше различных современных технологий. Но вот есть сейчас ребята, которые уже, как бы, что угодно бери, всё есть, да, и возможности купить, и привезти, и информацию почитать, но всё равно говорят, что вот поколение, ваше, условно, асфальта, всё равно вот оно, как бы, со страстью к футболу, а вот эти ребята, у них вроде бы всё есть, но желания никакого нет. Так вот, и вот ответ. То есть ты можешь обложиться фишками какими угодно, любыми компьютерами, но если ты желания, у тебя нету туда попасть, я не знаю, не говорим про Лондон, да, сразу, потому что, ну, про того человека, про которого мы рассуждаем, можем рассуждать, там, Саня, да, но это просто, ну, не зря его в Германии называли Моцартом, там, ещё, да, поцелованный Богом. То есть туда попасть, где он был, нереально, даже если ты будешь тренироваться 20 часов в сутки. Ну, надо просто захотеть. Вот сегодня пример прекрасный Карпицкого, Егор. Вот этих 14 в Беларуси голов сегодняшней, да, высшей лиги, да, их попробуй тоже забей. Ну, и как-то каким-то образом на него вот посмотришь каждый день до отъезда, там, Егор, да, 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 посмотри, там стадионы, там шумят, там сядешь в самолёт, полетишь, там, гостиница, там, там уровень, и в последний момент там уровень другой финансовый, ты ему поможешь маме, которая там в Витебске, я знаю, там есть проблемы бытовые, да, то есть надо желание. И вот такое впечатление, что вот это вот яркие примеры, именно он хотел. Вот это вот какая-то злость на тренировке, останется что-то, лупит какой-то забор там, то есть вот это желание. А сегодня на самом деле, то есть, ну, уже столько всего, уже кнопку нажимаешь, нарисовали, и куда бежать, стрелочки эти, боссу, шмосу, они там и напитки. Ну, если только так, и кинул там эту, ах, бля, ну, то есть в любом случае. Есть примеры, противоположные, противоположные. И тогда они хотели, люди были и хотели, может быть, сейчас это понимают. То есть, ну, конечно, хотелось бы на сегодняшний день, чтобы пацанов больше белорусских играло. Так я из поколения Димы, у меня не получилось. Что получается, я офиксивный парень. Ну, подожди, ну, мы это слышим уже не первым. Говорит все время, что в порядке. Здесь, понимаете, в чем вопрос. Тут вопрос, ладно, уже тогда идем к результатам сборной, да, и к игре сборной. Ну, по крайней мере, к чему обычно подводят. И что мы видим сейчас, и что было, по крайней мере, там, сколько? Ну, лет семь назад, наверное, да? Ну, ты же сам говоришь, что поколение асфальта, понимаешь, это естественный отбор. Там, не знаю, во-первых, еще дворы были без машин. Серьезно, сейчас вопрос, ты попробуй во двор выйти, поиграй на... Нет, тут понятно, что жизнь меняется. Жизнь меняется, и взгляды пацанов, и телефоны, и там еще времяпрепровождение другое. Сейчас я же говорю, что, может, не хватает какой-то свободы, там, в тех же дворах, там, каких-то, там, я не знаю, как мы в этот квадрат играли, в стенку лупили, там, все. Но в таком разрезе рассуждать, вот мы были такие, я вот это, честно говоря, меня аж на коробке. Ну, вот мне тоже, как бы, и поэтому хотелось бы завершать уже наше время. Да, недоделанные были мы такие же, и привозили, и мимо мяча били, и все это, и не надо только... Просто что я говорю, что сегодняшний момент, когда столько возможностей, даже при сегодняшних, там, логистике, каких-то политических моментах, много у пацанов возможностей. Хочется, чтобы их было таких Карпицких, таких же Вновых, Калачевых, было больше, чтобы они хотя бы туда попадали, где стадионы, где за три дня до игры уже пишут, говорят, накачка, вот это футбол, вот это дыхание футбола. Не будем сравнивать, говорить, что мы были такие идеальные, ни в коем случае, ни в коем случае. Сейчас прям много талантливых пацанов, много классных пацанов, техничных, быстрых, и в сто раз я уверен, что техничнее, быстрее и лучше, чем много сербских ребят играет по миру еще кого-то. Это сто процентов, потому что приходилось видеть и тех, и тех, и тех, когда и на сборах, и где-то там в командах довелось поработать в других странах, ну, порой смотришь там, да, сравниваешь с каким-то белорусом, там, аж бы сто процентов тут бы играл, просто что начинается. А ты, а я же этого сам, я же крестный видича. У меня же во дворе Керман жил, который знал Ибраимовича, и все, и не доколупаешься, и он вот такой ходит, хотя... Серьезно, есть типа... Неман Явич, да, отчество. Пацаны, наберите любому агенту спроситься про сербского футболиста. Ты знаешь этого? Этого? Левая нога? Ну? Да ты что, это же... Это второй будет Дмитрович, посмотришь. Там же Шпорту звонило по нему, Фулхам еще. И позвони по нашему кому-то. Этот? Алкохолики, крестообразные были. У магазина закончатся, да. Кстати, я заметил реально вот по карьере, не только своей, там вообще и других ребят, вот позвонит кому-нибудь, там, и своих знакомых. Ну, поверьте мне. Все алкаши у нас почему-то в чемпионате. Поверьте мне, ну, приходилось же, сколько общаться и по Борисову, там, да любую команду. Особенно, когда там тоже Казахстан, октябрь, комплектовался зимой там в Турции. Этот ковидный год, мы жили, 44 дня сбор был в Турции, мы не выходили с отеля даже, с Актюбинском. Это что, любого черногорца там? Я не говорю, что они плохие сейчас, ни в коем случае не говорим про географию, про страны, ничего не сравниваем, ни там, ни людей, ничего. Ну, просто такой посыл идет от агентов, от тренеров, от этого самого. То есть, там как будто ты что там. Вот мы же играли в свое время, партизан, Цервена была. Ну, топ, приезжаешь, биток. Полиция перекрывает улицу, болельщики тебя не пускают на игру. Там, за два дня уже бросают какие-то там петарды в гостиницу, потому что это такая у них религия. Ну, потом ты выходишь, и что? Ну, Райка, Митич мы играли, 40 тысяч нас пугали. Вот Цервена. Они нас прихватили, классная команда. Они потом продавали людей в Порто, еще куда-то. 1-0 мы начали гореть, еще момент у них, окей. Успокоились, бам-бам-бам, подача, Коля Сигневич, 1-1. Ну, и где ваши бриллианты, таланты? Ну, забейте нам 5, и рассказывайте. Приехали в Борисов, игра качели, 0-0 с Цервеной. Партизан. Взяли с Португалии пацана спорту, со фпортинга, по-моему, нападающий под наши игры. В центре какая-то легенда там играла, сербская там чуть ли там 100 игр за сборную. Вопросов нет, уважительно, всех изучаем. Левоноги, правоноги, бежит, не бежит. Здесь Мишка Городичук с углового, метр сорок, забивает головой. 1-0, туда поехали, 1-2, правила выезд нового года. Партизан, спасибо большое, мы в Лиге чемпионов. Ну, и где вы? Забейте нам по шесть и рассказывайте потом. То есть, вот это мы должны менять, понимаешь? И ломать это все. Потому что у нас же все физруки. Вы, кстати, может быть, возглавляете физруков. Физруки. И все, как Егор сказал, как он, деревяшки, как он, тарелки. Топоры. Топоры, все. Ну, а почему? Объясните мне, почему. А вы сколько раз вообще в жизни слышали вот то, что... Да тысячу. Я вообще спокойно. Это вообще катастрофа. Я когда-то был на одном таком похожем мероприятии, на таком, на такой, скажем, акции, как я с вами сейчас нахожусь. Меня спрашивали про это. Я говорю, пацаны, вы представляете, Академия физкультуры наша, наш преподавательский состав, потом категория ПРО, где Боровский преподает там легенды наши, да, цеха, и педагогического, и тренерского, выпускают физруков белорусов, которые потом руководят командами на Стэнфорд-Бридж, на Олимпийском в Риме, на Альянс-Арене. Представляете, какие у нас физруки были? Министерство образования в шоке. Представляете, какие у нас физруки, что у нас белорусы, руководя белорусскими командами, стоят на аудитории 70-80 тысяч, так не то, что руководят, да, мы могли получать по 5-0, ну да, вопрос, но могли же и Бильбау, и кого хочешь прибить, во физруки у нас, говорят, так идите, ребятки, такими же физруками станете, поруководите на этих стадионах, потом рассказывайте. А так, у нас же как, белорус прошел два раунда, фонарь повезло. Я помню, у нас хик, а потом этот Карабах был. Псс, две конты забили, фонари. Фонари. Потом кто-нибудь что-нибудь забьет там рукой, ай, коленом. Если привез там, не будем говорить фамилий, топор. В группе играют, две там проиграли или что. Я же говорил, еще в третьем раунде говорил, что он ханат будет. И возьми тренера с другим паспортом, о чем мы уже говорили. Два раунда проходит гений тактической мысли. Как он поменял игру, как он поменял структуру, как он это сделал, и все. Этот бог, а свои физруки. Вот и все. Вот если это мы поменяем, вот это все, отношения, вот это вот писанину эту, она должна быть критика, вопросов нет. Если ты набедокурил по своей профессии, да вопросов нет, пишите хоть пять абзацев, хоть десять, задавайте вопросы. Но если это просто идет, вот просто налить на своего, это 30% успеха в сборных и Еврокубках наших клубов. Это 100%. Психология, поддержка и вера в своих пацанов. То есть у нас не физруки и деревяшки, у нас прекрасные пацаны работают, играют, еще не забывайте, в каких условиях работают наши тренеры. Алексей Анатольевич, мы немножко отошли от вашей карьеры. Да резанете потом. Нет, это все. Это нельзя резать. Это нельзя резать. Так, смотрите, смена, потом БАТЭ появляется. Как вы перешли в БАТЭ, как вас заметили? БАТЭ было на то время фармклуб, назывался смена БАТЭ. Я так понимаю, это инициатива Иосича Пунтуса с Анатольевичем. Они заключили договор с этой футбольной школой и сменой на то время. И все выпускные годы, которые 79-й, 80-81, кто выпускался, вот этот переход в возрослый футбол, мы переходили, скажем так, подписывали контракт с БАТЭ. С БАТЭ, но играли за смену БАТЭ в первой лиге. Катались вот по первой лиге. Тогда был тренер Белявский Ярош, парочка. И мы, ну скажем, кто там что-то из себя мог представить или представлял, вот этот переход из такого хрустального мяча в взрослый футбол, в частности в БАТЭ, играли за смену БАТЭ первой лиги. Насколько я знаю, ну, по-моему, мне что-то кажется, я круг целый сыграл, может, даже больше за смену БАТЭ. А вообще инициатива подписи контракта была от Юрия Ощи, он меня вызвал как-то на такую, скажем, знакомство, на встречу, потому что БАТЭ основной состав тренировался на полях Минска, смены, они там арендовали. То есть первая команда тренировалась. А играли Борисовы? Играли, блин, где тогда принимал АБАТЭ? Может быть, честно, может, даже в Жодино арендовали, может, Борисов городской еще не был готов. Вот это не скажу, потому что это было, они выходили с первой лиги в высшую, то есть вот это такое глубокое, не знаю, не буду врать. И состоялась встреча, знакомство такое, мол, ты там выпускник смены, мы тебя знаем по хрустальному мячу, хорошие рекомендации, вот подпишем контракт, там год-два, проявишь себя, окей, продлевай, играешь, зарабатывай, нет, ну, как жизнь сложится. То есть, в принципе, вот такая ситуация, то есть, подписав контракт с БАТЭ, ты за смену БАТЭ еще играл в первой линии. Это первые годы Анатолия Анатольевича и Анатолия при БАТЭ? Да, да, это все уже, это уже они встретились и решили, да, вот этот БАТЭ, этот возродить, да, это первые годы. Они тренировались на Минске, потом был период, мы тренировались в стайках, арендовали поля, да, уже экипировка, так ли, уже шумели они, что у них амбиции, планы и в принципе, в принципе, в то же время, где-то вот в этих вот коридорах футбольного клуба Минск, теперешнего, я с Анатольевичем познакомился. Ну и как раз вопрос по поводу того, какой Анатольевич был, да и Пунтус Юрий Иванович тоже, интересно. Первое знакомство, знаете, мне сколько, в 98-м я дебютировал, это 17-е, да, наверное, было 16, представь, молодой там вообще Салабон подходит, взрослые люди, там, один руководитель, второй тренер, познакомились, здрасте, здрасте, есть такая вот инициатива подписать контракт, работа, ну и в принципе, в принципе, наверное, первое там, первое время этим все ограничилось, потому что у Пунтуса, понятно, там, задача выхода дальше, у него там 30 человек профессионалов, у Анатольевича, помимо команды, на которую он решил возродить и бизнес, и завод, на то время там, завод, наверное, Чуботе, он там не был причастен к заводу, но, тем не менее, хватало забот, ну, на игры, на тренировки, он очень часто приезжал на тренировки, стоял на поле, там, общался со всеми, ну, на то время, просто я говорю, что были короткие какие-то встречи после тренировки, когда подтягивали к основной команде, здрасте, здрасте, и пошел. Уже потом, конечно, когда это было Батету, и когда уже был в штабе у Михайловича и Владимира Чермаковича, это уже, конечно, ну, естественно, успел, слава богу, побыть главным при нем, это уже были другие встречи, другие разговоры, матерый руководитель такой, батька и по работе, и по жизни, и, в общем-то, такой матерый, матерый волчар во всех отношениях, и, ну, и, конечно, наставник для всех нас. Что не получается у Капского-младшего? Почему вот чувствуется и везде во всех, и игра, и вроде вокруг весь шум, который возле команды, не самый благоприятный? Почему не получается у младшего Капского? План Котова-Бате задрана очень высоко, ее подхватить, подхватить тоже надо уметь, тоже надо, как говорится, уметь, наверное, может, еще какое-то слово подобрать, но это все опыт, опыт, конечно, управленческий опыт, общение с людьми, переподписывание контрактов, общение со спортивными директорами того или иного клуба, общение с агентами, я думаю, тут все в совокупности, но, опять же, если брать эпоху Анатолича, отца, то, ну, представьте, да, то есть, это практически сколько там, 8 раз в группе играли те того или иного турнира, трансферы в Калиере, Штутгарт, Милан, то есть, это был не то, что середняк, это был крепкий европейский клуб, было куда расти, но по всем критериям, которых сегодня практически нету, не встретишь, да, в наших реалиях, то есть, директорат, база, каждый, каждый человечек занимался своим делом, и отсюда вот эта вот пирамида росла и выросла к тому, что была битая Бавария, Рома, там, Гильбао, все что угодно. Слушайте, такой вопрос, вот вам 16-17 лет, то есть, когда попадаете уже в структуру, получается, БАТЭ, подтягивают к основе, тогда Анатолий Анатольевич и Юрий Иосифович, это еще не те значимые фигуры, да, тогда, наверное, как бы особо и не знали, ну, тренер, тренер. Да, конечно. Какое впечатление было, когда вообще встретили, вот, знаете. Да, 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 все правильно, им было до 40, Юрий Иосифович вернулся с своих легионерских хлебов там. Сахалин, по-моему. Сахалин, да, то есть, да, в советские времена это было достаточно популярно, потому что там, что греха таить, хорошие предлагали условия. Ну, там многие были. Да, люди туда летели, не взирая на то, что это там 10 часов, там, 9 от Москвы, там очень далеко, семья в Минске, они встретились, первое впечатление, амбиции от них перло уверенностью и перло таким, то есть, не то, что там пафос, какие-то понты, мы сейчас придем всех разорвем, а именно вот своим верой, своим желанием возродить это, плюс пахотой, большой-большой труд работы. Я помню, это просачивалось в каждой речи, в каждой там встрече, что это просто так ничего не упадет. И тогда уже такое, может быть, конечно, сейчас легко рассуждать, когда еще раз повторим про эти успехи. Да, прошло столько времени и всего добились все-таки всех задач. Но тогда уже вот эти вот, мне кажется, первые игры, там, заезды на базу или там проект этой базы, когда начали говорить, ну, базу построим, они говорят, что такое база вообще. То есть, тогда уже даже казалось, что это не мыльный пузырь. Это серьезные такие вот мужики на то время, и от них вот перло действительно харизмой такой, что все получится. Алексей Анатольевич, извините, перебью, но есть один нюанс. Получается, что когда Капский только взялся за БТ, он же ведь тоже был неопытным. Да. То есть, по-хорошему, может быть, речь идет все-таки про культ личности, про энергетику, про человека. Но тут идет и об этом, и вторая сторона медали есть, о чем сказали. Ведь он же взял то БТ со второй лиги, понимаешь, Мишка, и не было планки. То есть, он взял оттуда и поднял своей трудой, трудом своей вот этой верой, своей цепкой, хваткой этой в успех вот эту вот поднял туда. И поднял очень высоко. И поймать ее там, и также продержать эту планку Андрею Анатольевичу пока не удается. Вот. Поэтому тут нужно рассуждать, что да, можно было так, когда особенно смотришь на какие-то там решения, какие-то там телодвижения в клубе, да, можно сидеть где-то в стороне и рассуждать, но это чересчур большая и высокая планка. Еще раз говорю, не побоюсь того слова, потому что находился внутри этого всего, этой махины для очков для побед. Это был крепкий европейский клуб. В 98-м году Батте выходит сразу в вышку и сразу же завоевывает серебро. То есть, есть фотка, где вот серебряный состав, и там кого не посмотришь, это все громкие имена. То есть, как вообще игралось в этой команде? Сколько вы провели? Это 17 лет. В 98-м я вышел на замену с Мозырской славе на городском. В 17-м там что-то у меня было, и сколько-то дней там. Это было лето, я учитываю, что февральский, ну, там умножить 4 на 100, там, 50 дней. Вот. По-моему, в 98-м это мое участие в серебряном этом сезоне ограничилось, но тренировался я с первой командой всегда. Ну, конечно, как и все, кто, ребята, здесь был, рассказывали там про свои какие-то вхождения в большой футбол, да. Все быстрее бьют, где-то могут наступить, пихануть. То есть, это мы все проходили, естественно, потому что фотка это в конце сезона, да, поначалу ты там смотришь, ну, там, условно там Иванов, Петров, Сидоров, ну, ничего там. А потом ты понимаешь, что люди кормят футболом свои семьи, зарабатывают там на бензин, на что-то еще. Для них это уже не просто прийти там выходной поиграть, да. А потихонечку адаптируешься к этому всему. Плюс поддержка, поддержка, в принципе, и с первого дня уже такой микроклимат был, что поддержка чувствовалась. То есть, мячи потаскать и манишки, это не говорит о том, что нас там что-то там гнобили или это было нормально, я считаю. И вообще это, в принципе, какое-то родо уважение даже к старшим пацанам. Вот. Была поддержка от Иосича, плюс не забывай, что в штабе был Юрий Алексеевич Пудушев, который очень под маской такого весельчака, да, очень умный, грамотный и ранимый, в принципе, и очень такой тонкий психолог. Вот. Он мог что-то подсказать по какой-то период, если тяжело, что-то не получается. То есть, все сложилось воедино так, что, в общем-то, этот переход, я говорю, смена БАТЭ, плюс тренировки, поддержка старших, какая-то опека от Иосича, от того же Анатолича, который, я говорю, часто приезжал, мог там какой-то вопрос задать, пообщаться про семью, оно, в принципе, помогло. Такой момент, вот когда был Филипп Рудик, да, он говорил, что когда там, типа, вот откуда, из Нафтана же, да, Фил переходил в БАТЭ, получается, что из Новополоска, придя в БАТЭ, он там приехал на базу, офигевал, все на тачках, все вот красивые, там что-то гели, лаки, вот это вот все, и придя в команду, был в шоке, ну, потом, через полгода уже, такой же примерно стал, какой БАТЭ был тогда, вот, когда вы приезжали на игры, то есть, были ли уже мужики на машинах, да, пацаны, там, зарплаты же были небольшие, то есть, что могли позволить себе, или это был такой рабочий коллектив? Зарплаты были небольшие, были небольшие премиальные, но в конце года задача решалась, это 98-й, любой год при, была такая, значит, система оплаты труда, особенно премирования, в конце года ты вот по решению задачи мог сорвать куш, то есть, как-то там накопительная система была, вот, и на то время уже, да, несколько машин было в команде, это, наверное, Мерседесы, вот эти 190-е пошли тогда, модно, по-моему, какого-то Вольво была, ну, то есть, я же говорю... Это из бригады, которые, да? Типа того, похоже, да, такой кирпичик, да, то есть, я же говорю, что пацаны старше, они этим зарабатывали, то есть, на вещи, на отдых, на машины, то есть, для них это была профессия, да, а такого, чтобы совсем уже голову снесло, нет, потому что, еще раз говорю, был посыл таков, что оплата труда, она будет позволять достойно жить, она будет не завышенной, а достаточно такой приземленной, но все надо добиться трудом, то есть, в конце года сорвать куш, через год зарекомендовать уехать в другой чемпионат, как это сделал тот же Коля Рынзюк, да, первая ласточка была в локомотив, московский, набив там 40 мячей в первой лиге наш, и это был такой стимул, причем команда-то по возрасту была молодая, то есть, все, кто на фотках, вот там, если взять, 98-й год, вот это молодые, то есть, ну... 20 с хвостиком, да, то есть, были постарше, там, как Серега Мирушкин, он, по-моему, там, не помню, какого, Генка Марда, царство ему небесное, добавился уже позже, он 70-го года, сейчас бы ему там было 50 с хвостиком, а на то время это были молодые, вот, жаждущие люди, которые, сегодня Мерседес 190, завтра там квартира, и вот этим вот, я же говорю, они заразили, Анатолий с Пунтусом, они просто этой вакциной заразили, что просто так ты пришел, там, сел, тебе дали там мешок денег и машину, и ты сразу стал чемпионом, там, Белоруссии, потом России, такого не было, то есть, все через, через, я же говорю, что все через какой-то, блядь, поток, кровь, там, и рыготу. Какие зарплаты на тот год были? В 98-м году? Да, но это же там не самый... Да, я думаю, 300 долларов, 400, может, у кого-то там старичков, там... Тогда и доллар был другой. Доллар другой, другая недвижимость, другие машины, но, тем не менее, это, я же говорю, не было, если мы вот берем то время потом, когда ребята уезжали в Россию, там, можно вспомнить, там, Кольку Рынзюка, да, там, кто там еще из таких первых-то уехал. Скрипщика. Скриппа, да, наверное, потом Лень Лагун уехал в Торпедо Московская, хотя они поскромнее были по деньгам. Мы когда узнавали эти суммы, ну, там, с нашими, это... Хотя я говорю, что нам казалось, что Борисов, вот это возрождение, вот эти вот деньги, вот это вот стадион строится, база, нам казалось, нам вообще ничего не надо. Нам только дайте вот поиграть, потренироваться вместе. А так это были очень скромные деньги. А если брать вот это поколение, когда мы уже добавили, 98-99 год, Юрка Живнов, Молош, Шмигера потом подъехал, Тарасенко, я там, Концевой, так там это было просто... Помните, в переходе на Октябрьский этот рынок был? Так он и сейчас есть, Купалос. Если ты купил в Мустангсе, вельветик вот этот, джинсик, наверное, за две даже зарплаты, может, откладывал, то ты просто Марк Бернес. Не то, что там какие-то там дискотеки, кальяны, ты что получишь. Первый музыкальный центр, я пошел на Ждановичи, только открылся рынок, уже мы жили в Руще. Я ходил, ходил, по-моему, как сейчас, Самсун какой-то, такими колонками, помните, центры стояли. Огромные такие. Да, бегал от этого цвета. Да, вот это вот все. И, короче, он строил, там надо было мне чуть ли не три зерпы, там вообще никуда, ни копейки не тратить и купить его. Ну, естественно, так, что же делать, надо купить. Я к Юосичу. Юосич, какое дело, я готов там, я не знаю, на дудинке жить, в автобусе, только можно я у вас попрошу две вперед зарплаты? По-моему, две, в Руше три. А может и три даже. Короче, чуть ли там, ну, до лета я не получал зарплату потом. Мы со сбора вернулись, с Польши, по-моему. Я вот походил, там пару выходных было, мне так захотелось или родителям, или просто, чтобы дома было, там еще, по-моему, диски заезжали пять. Наверное, пять было дисков. Да, да, да. Это было очень модно просто. Да, радио, там эти, оно все бегает. Я говорю, Юосич, пожалуйста, так я не скоплю, потому что, ну, знаю, туда-туда разбилетиться, у родителей брать уже не хочу ничего. Хочу вот сам что-то принести, там, домой от футбола. И он мне три зарплаты вперед дает, три. Я, естественно, покупаю это все, привезу, там, гарантия, бла-бла-бла, установили, все, музыка льется по квартире. Я красавец, три месяца ничего не получаю. Но красавец, все танцуют. Так с родителями же жили, поэтому нормально, можно и... Песня первая была, вот, как вы вот захотели. А тогда было, знаешь, как модно, было в субботу утром радио, русское радио по заявкам. В девять или в десять утра начиналось. И вот, наверное, или в субботу заезд днем был, или, если, допустим, или в воскресенье в субботу сыграл. Короче, было время дома, и ты просто русское радио, и там позвонил, там, Галина Константиновна поздравляет с днем рождения, своего племянника, там, просит руки вверх, там, Алешка. И все, ты, Алешка, еще на своем центре, ты просто... Я тебе говорю, я ходил, просто остановите землю. Ну, ты так понимаешь, о чем я говорю. Когда в машине сейчас иногда едешь, тоже по заявкам, там, иногда прикольно, там, кто-нибудь... Вас не слышно, ближе к микрофону, там. У Крестного, там, в Хабаровске, день рождения. Ну, вот это было прикольно, так, как бы. А так вот потом, я говорю, Юрка Жирнов, допустим, с Михайловичем, с Гончаренко, они жили на Жудров в квартирке, вот такой, как наша эта студия. То есть, мы часто покупали, там, какой-то в переходе фильм с Юрой, вставляли в этот проигратель DVD, Михайлович, там, мог быть, да, какая-то там перекус какой-то, там, за счастье было, каких-то там помидоров в переходе купить, там, какой-то салат делать, поесть. Или, там, мамка моя что-нибудь приготовит, я, там, привезем, разогреем. Вот такая тусовка, жизнь была. То есть, никаких не было, там, ничего, там, каких-то коктейлей, ничего. Вообще просто... Ну, Макс Шоу было тогда уже. Макс Шоу было, но это надо было, там, выиграть три игры, что-то получить, отложить, сходить, и то, это... Анатолич, можно еще две вперед, пожалуйста? Да, типа, да. Да, а так вот у того же Юрка на квартире, там, кто там еще, ребят, на съемных жили, я не помню, на Жудрова, как сейчас, вот, ЗАГС, это, окна выходят, тралик, если едет в 5 утра, остался ночевать у Юрка. А, самый сильный был, самый тралик-то, ладно, можно было, дворник, он обычно в 4.30 начинал под окнами. А прям второй этаж, по-моему, у них или третий, форточку откроешь, особенно, если летом после игры, там, у Юрка задержался, началось, все, в 4.30 уже метешь вместе с ним. И все, класс, сланчики одел, шортики экипировочные, все, втроем, там, пятером легли на кроватку, кино посмотрели, все, блин. Центр привез из дома. Не, не тягал никуда, он, кстати, у Батя сейчас на даче, я даже не знаю. А, Фуруич недавно был, что-то играл, кстати. Русская радио по заявке, Алешка, да. Вот, типа того, сколько прошло, играет, на самом деле. Самсунг, Корея. Значит, страховку выписали нормально. Вы пришли молодым в команду, кто сразу же стал другом, таким настоящим прям? Ну, он многим помог, в общем-то, и, к сожалению, нет с нами его живых, уже Саня Федорович, конечно. Он такой, 73-го, 8 лет разница, но он прибирал всех молодых к рукам, и такой человечный, и, в общем-то, и где-то временами интересный, может быть, даже странный, да, такой. И сразу познакомил с Олей, с женой тогда, да, дочка, которая сейчас там уже далеко за 20, была совсем маленькая, мы ее там даже на руках там носили, помогали Оле какие-то там поликлиники ходить, что-то такое, помню. Вот, наверное, он, ну, от тренерского штаба была поддержка, я уже говорил, из игроков так. Ну, большая плеяда, я говорю, что хорошо, что мы одного возраста влились, вот наш такой, 81-80-й год, и было попроще такой с Тайкой ютиться и адаптироваться. Ну, так, наверное, Саня Федорович, Владимир Чермакович, очень такой тоже человечный парень. Ну, тоже постарше вроде, да? Он 75-го, да. Футболист классный, парень классный, то есть вот эти атаковские ребята, которые добавились тогда в БТ подписали. Большая плеяда, Дрожкевич, Лисовский, Хомутовский пришли, братья там, Адамитские, то есть они такие, в принципе, человечные были. Ну, трудно кого-то упустить в хорошем смысле, потому что, я говорю, сложилось так, что сразу. Конечно, не хватало таких ветеранов-ворчунов, вот, но это, в принципе... Это кто? Это, в принципе, ну, могли пошуметь там тоже, вот я вспоминал Серегу Мирошкину, он такой уже был, я не помню, он, помню, 69-38-го уже на закате был, и вот эта БТ ему была возможность так немножко подзаработать на пенсию, что называется. Вот он любил так пошуметь там, что-нибудь поэта, да, там, где-то останешься на поле, побить по воротам, он уже из автобуса орет, поехали, уже там суп разогревают, да, суп разогревают, а мы не понимаем, какой домой, а у него там дети, понятно, садики, а у нас-то что, у нас, лупи по воротам, что-то еще надо, блин? Ну, такого плана, а так, наверное, первый, кто приходит на ум, конечно, Саня. Смотрите, с БТ связаны первые выезды на Еврокубки, потому что уже поехали, смотрели стадионы, там у вас было и Шальке, и причем победа, ой, не Шальке, Мюнхен 1860, я помню, очень хорошо смотрел этот матч, который выиграли, там и Болонья была тогда с Пальюкой. Болонья и Копенгаген прошли перед Мюнхеном, да, достаточно серьезно. Да-да-да, то есть там вот как раз-таки выезды были на Еврокубки и знакомство с европейским футболом, потому что, ну, до этого вы же варились здесь, особо никуда не ездили, ну, где-то, может быть, там... Вот тот год, когда был Копенгаген, Мюнхен, был вообще класс, потому что до этого, как правило, раньше, да, вот эти первые жеребьевки, Армения, Грузия, такие-то Молдавия, Локомотив был, Московский тогда. Рубин, Николаевич Кривушенко был, Самара была. Не везло, конечно. То есть, как бы, да, вроде футбол Европа, вроде судьи иностранцы, там, да, вот эта вся тусовка, но все равно хочется такого немножко чего-то драйва какого-то. А вот Мюнхен, Копенгаген, та же Болонья, когда там биток в Болонье, там, мы там, мы тут 0-0 сыграли, там, 0-2, что ли. Там, 0-2 было здесь, по 0-0, кажется. Да, Мюнхен, мы не играли на этом самом, на Олимпио-штадион, тогда чемпионат мира или Европы по легкоатлетике был. И в Мюнхене бегали, там, метали на Олимпио-штадион и легкоатлеты. Мы играли на, ну, скажем так, запасном, ну, 25-23 было точно биток. Я помню, ехали мы на эту, на игру, и да, так, раз так, даже не шевелишь так с автобуса, раз там люди с флагами, ты думаешь, и там просто котел такой. И вот это вот, этот вот драйв-наркотик, ты если подхватил уже тогда, я еще раз говорю, что благодарен всем, кто повстречался, чтобы БТ оказалась вот там, где оно было. Это просто не сравнить вообще ни с чем. Смотрите, но вы выходите на Мюнхен, выходите, ну, Копенгаген проходит. Мюнхен 4-0 вы тогда уделываете в Борисове. Вы с Болонией играете. То есть вы как бы уже на тот момент понимаете, что можно играть с грандами футбола. Конечно, так оно и было. Хотя до этого, да, говорите сами, что едете там в автобусике и боитесь выгнать. Да, да, потом ты выходишь, вот эти 90 минут, или так сложилось, или поколение, или я говорю, у нас вот так вот уверенность этих людей, которые с нами работали, то есть ты выходишь и просто отключение идет. Потому что я вот еще раз говорю, иногда попадаются, да, где-то вот история, играют Еврокубки наши клубы, какие-то исторические там, или протокол матча, или что вот, недавно был, это, кстати, про Мюнхен было, концевой 83-го, там просто, нам по 19-20 лет было, это какой год был? 2002-й, что ли? 2002-й, кажется. Нам по 21-му году забивает Шмигера, Димка Молош, то есть нам по 21-му, по 20 лет, мы Мюнхену делаем 4-0. Сегодняшний 20-летний, запустив Мюнхен, кардиоцентр бы сломался. Пульсар не выписывал. Да, или так сложилось, пацаны, серьезно, ну ты когда выходил, ну нас же не было там, что мы там какие-то гении все там, или что, нас там водили за руку, да, мы готовились, мы там хотели, мы заезжали в Дудинку, мы перед Миланом, помню, заезжали в какой-то, в отель вообще в Минске жили, а под Минском, вот как на Брестской трассе, там был такой, типа... Веста тебе, нет? Вот, не доезжая Весты, был типа спатом, какой-то такой кемпинг, мемпинг, Иосич говорит, все, с города уезжаем, перед Миланом живем там. Мы на этом и Карусике, потом на Динамо, этот чат сзади, вот от соляра это, ну нам до лампочки было, ну, блядь, давай Милан, и что? В коридоре, как, не знаю, что Фил рассказывал, как бы, в коридоре, я помню, стояли на Динамо, выход этот, знаете, да, из-под земли, но стоял там Шева, помню, этот, Альбертини, Пирло на замену вышел, Гатуза играл, Руикоша там играл, Каладзе там играл, короче, там, ну, понятно, о чем мы говорим, легенды, да, юмор, вышли, вышли, Хельсенборг потом был там, то есть класс, вот это было классно, мы ли так с этого чемпионата хотелось выбраться туда? Ну, просто подход профессиональный стал, и Капский все делал так, чтобы вы в комфорте были, и опять же, там, ту же Дудинку взять, то есть, ну, совершенно по-другому. Они ставили эту задачу, уже не просто пыль в глаза пускали, и сказал, и пошел, они сами росли, мы пытались расти, играть с Мюнхеном, набивать больше, я не знаю, бежать быстрее, там, если так уже условно, да, но и они же с Ощем, он его еще отправлял на эти стажировки, сам наверняка, у него потом в итоге это три высших образования было, экономические, бизнес, можно сказать, процветал, да, то есть, они же сами росли и помогали нам, конечно. Если какой-то болван оказывался в Дудинке, который не хотел этого, сразу же жизнь, сразу же коллектив выбрасывал, и сколько таких было. Приедет там какого-нибудь городишек-талантчику, там все, и что такое, там начинается потом это кино, там, знаешь, или на базе останется там что-нибудь, подегустирует, или там еще, сразу до свидания, тут таких, как ты, на твое место два-три человек, и вот эти два-три человека потом вылазили, вот и легионерство, и сборная, и капитанство, там, и еврокубки, и все. Они сами росли рядышком с нами, и нас толкали на это каждый день, надо, надо, как вот котят эти, знаешь, в кучу, надо, надо. Вот это было, вот это, я говорю, они эту прививку... То есть тогда, в принципе, началась вот эта семейственность, да, и тогда вот начался... Тогда это чувствовалось, да, коллектив, я же говорю, что такие, как Саня Федорович в быту, в футболе помогал штаб, и руководство покрывало все вопросы, чтобы мы потихоньку, потихоньку начали, и начинали думать только о футболе. Момент, когда ребят начинают забирать команды, и причем особенно, наверное, ярко было, это когда Виталий Кутузов забирает Милан. Так я как раз хотел спросить, давай, может, спросим про Милан, как это было вообще в целом, играть, как складывалось, да, и после... Там же, получается, еще и Саша Жглеб был, да? Не-не-не-не. Саша похожа пришел? После этой игры Кутуз уже там не играл, он проходил медосмотр, и Виталий Карагошкин в Сиену поехал в аренду в Сирюбе, правый защитник, он там хороший тайм тоже провел с Миланом, здесь он отыграл, по-моему, год, наверное, еще была возможность проглить, но не сложилось, к сожалению, в Италии вернулся. Год отыграл Виталия Рагошкина еще в Сиене. Ну, как было, я же говорю, что... А, как было, прошли Тбилиси, и помню, Сирком же в Новом где-то шорхались в городе. Где-то шорхались, это не тысячи. Подожди, телефоны были, наверное. Да, 32-10 кирпичей эти, все правильно, Nokia, серые. Два одинаковых у нас было Сирком. И как сейчас, помню, идем где-то в центре района Макдональдса, там Гума, и звони, кто же мне набрал. Короче, кто-то с командой, ботэ набрал, говорит, ну, что вы, додики, где вы там что? Мы говорим, да вот, Сирком. А что мы там шорх... Короче, ну, гуляли в выходной, не знаю. Ну, знаешь, кто у нас будет? А тогда же интернета такого, чтобы... Вот, жеребовка прошла, я тебе птык, да, сразу. Ну, или смотреть в прямом эфире. Я говорю, да ведь, кто там, Ваня, говорю, да не знаю, мы тут Сирком нам джинсы померить. Милан. Я тебе клянусь, говорит, не этих корзин, не сеток. То есть, у нас вслепую. Вот представь, жизнь как складывается. Вчера, я говорю, говорили про вторую лигу, там собирались на смене, там тренировались в коридорах, знакомились с тренером, да. И тут проходит время, и Милан. Ну, куда-то там до дому доехали, новости, пресс-болл, понеслась, Милан. Окей, Милан. Потом же игру нам перенесли, когда два этих ударили в небоскребы в Нью-Йорке. Теракт. Теракт. Да. Теракт. Нам переносят игру, потому что по безопасности топ-клуб летит, мало ли как чего. Нам что-то там на неделю, на две переносит. И первым мы играем на Динамо. На Динамо. Все, сыграли. Кстати, ну, понятно, что там говорить о каких-то там осмысленных действиях там не приходится. Но страсть, желание вот это вот бежать, биться там. Димка Молоши сломал Шеви нос в борьбе там. Ну, не хотел, конечно, боролся. Тот забил гол и в затылок Шева. Там покатиться, кого-то жахнуть. У меня где-то пару фоток там с Гатуза есть. Там чуть ли мы там. Ну, то есть, вот это вот нас вообще было не остановить. И все. Первый тайм проходит. Там что-то Шумиха пошла. По лёлику вопрос какой-то интерес есть. Ну, есть, есть, знаешь. Но никто же не думал, что Милан. Представь. Парень Пинска. Там сезон в Батте там или два вторых был. И в Милан. Он там уже не играл медосмотр, проходил. Витальку забрали. Вот Сиена искала правого защитника как раз. Эту игру смотрели в Италии, транслировали. И забрали Виталию Рогожкину в Сиену в аренду. В серию Б. И всё. И туда потом полетели. То же самое. Единственное, что, конечно, предыгровая. Когда ты едешь там. В Беларуси же такого нету. Приехал вечером, расселился, сыграл. А тут прилетел в Милан. Ну, мало там проехал по Милану. Ясно. Это сейчас уже можно рассказывать, что там был несколько раз. Там, там, там. Слава богу, накопилось. А тогда, знаешь, приземлились. Милан, Италия. Во-первых, ну, там, ясно, что мода это там. Кто-то в рыжих носках, там, синий глаз. Ну, как итальяшки. А было что? Да. Смотри. И все там из автобуса показывали. Красная оправа. Там, да. Шляпа. Ну, это ладно. Перекусили. Там, тренировка, отъезд там всем. Окей. Ну, и представь такие. Гурьба таких ботэя-борисовских пацанов, которые там год-два во второй лиге еще были. К Сансиро подъезжают эти вот четыре, эти колонны. Это просто фантастическое сооружение. Честно говоря, для меня вот сколько всего удалось повидать. Ну, Сансиро просто любимейшее место. А там еще 90 тысяч, по-моему, болельщиков. Какая-то просто аура такая, ну, просто завораживает. И все, ты заходишь в раздевалку, вроде да. А потом выходишь на поле, предыгрывая на Сансиро. Вот это вот все. После центрального, конечно, голова закружена. После городского нашего. Хотя всегда 5500 было на городском. Ведь народ всегда ходил. Ну, как бы там, да. Ну, и потом повыходили. Получилось, я же справа играл. Виталька уже, по-моему, в Рогожки не играл. Вторую игру тоже. И у меня Каладзе слева. Я пару раз столкнулся с грузовым поездом. Грубо говоря, он Каха. Он просто такая машина. Машина? Да, вообще. Я на него в Киев так смотрел, когда они громили всех вот времен Хацкевич и Белькевич. Когда это левые, эти банки. Вот это вот грузин такой, прическа. А тут он в этой форме. Они, по-моему, еще в белые играли там. По-моему, белый Ройко что забил, радовался. Возле меня там бегал. А белая шполнит немножко. Да, там класс, класс. Слушайте, Каладзе, Шевченко. Как-то общались с вами, не знаю, встречались, может, после игры. Не, в Минске администратор принес маек. Много поменялись. То есть, кто-то какие-то взял наши. Кто-то оставил себе и свою игровую, и миланские. А там пацаны на поле подходили, насколько помню. Но, видимо, вот эта вся реклама, телевидение. То есть, они или в тоннеле меняются, или не меняются. Вовсе обещают там кому-то свою майку. Потому что, ну, там много желающих. И звезды, и кино, и там все хотят раздобыть майку. Шева там не играл. Ройко что забил. Хавио Морено забил, по-моему. И Ба такой черненький у них был. Каладзе играл 100%. Костокурта там играл. Объятие. Ну, то есть, балда была приличная. Ну, фамилия сумасшедшая. Хельвик играл там. Шредачанин этот. Что-то еще. Ну, там нас, конечно, потаскали хорошо. Потому что, ну, во-первых, и народ, и Сан-Сиро. Но я говорю, что отключаешься настолько, что лампочки кто-то. То есть, рубишься, катишься там, где надо, где не надо. Ну, вот это класс. Смотрите, вы говорите, что, ну, забрали Виталика Кутузова. Рогожкина. А к вам был какой-то интерес предметный? Может быть, там кто-то интересовался? Ой, после тех игр, я не знаю, Еврокубков не знаю. Потому что это такое, все-таки, хоть мы там и неплохо иногда выигрывали там, да. То это было такое, все равно мимолетное какое-то. Две, четыре, там, шесть максимум игр. И я знаю, что времен молодежной сборной 79-80 год. Когда я Иосиф тренировал, я же два цикла играл, получается. 79-80, 81-82. И много было турниров. И пресловутый чемпионат Европы в Германии молодежной. Там был интерес практически ко всем. Но вы капитан команды, да, вы водите команду. Было, было. Я думаю, что практически ко всем. И слухи, и какие-то такие крутились. Если так, уже грубо говорить, дешевая рабочая сила. То есть, белорусы, да, у нас ни агентов, ни каких-то там отступных, ничего нету. А качество сумасшедшее. И там тот забивает, там, Киренкин Италии, там, калач крутит, концевой бежит, корнила бежит. То есть, можно было каждого хватать. Да, это были наверняка там не Ливерпуль, ничего. Но попасть с того, с той, 20 лет назад, это как раз 20 лет было, да, попасть в чемпионат там Австрии и там Германии Д1, Д2, там, Бундеслигу Д1 или там чемпионат там какой угодно. Ну, понятно, любой европейский чемпионат. Я помню, мы играли товарищескую игру с Иосифом Семсидиатом, полетели в Болгарии, 1-4, кстати, попали нас там на жаре, а Болгары хорошо повозили там. Что-то закончилась игра там с Панатинайкоса, уже люди там спускались в раздевалку, человека 4 там перечисляли, ты-ты-ты поедешь с нами, мол. Ну, вот в те времена было. А Еврокубки, ну, может быть, может быть. Как с Виталией случилось, я так понимаю, что трансляция шла, там где-то люди посмотрели, или вот как с Егором, да, он там с Валентией здорово сыграл, с Бельбао, искали люди-защитников, подвернулся, взяли. А так, я думаю, что молодежка очень подтаскивала в те времена по предложениям и молодежный чемпионат Европы. Потому что молодежка 79-80-го, просто мы тогда все очень, ну, мы каждый месяц где-то были, Португалия, Мальта, там, турниры, 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 мы летали. Ну, вот до молодежки, то есть агентов, вы говорите, нет, и просто подходили, типа, не знаю, там, спортивные директора, представители клуба, да, и такие... Конечно, нет, послушай, ну, узнать, из какой команды, условно, там, ты откуда, Батэ Борис, ну, сразу же узнаешь, там, адрес, сайт, там, какой-то звонок, и тогда же такого не было, поставлено, такой поток, что у каждого, там, по три представителя, юрист, там, не подходите ко мне сегодня, там, по личным вопросам в среду, то есть, там, где ты услышишь, что обоинтересуются, там, свечки ставишь, вот, помоги, вот такая... Какой самый крупный клуб интересовался вами? Я, честно говоря... На уровне слухов даже максимально подходили, блин. Нет, да кто вообще? Была очень, была неплохая движуха по поводу того уровня чемпионата России, я был неделю в Ярославле, в Шиннике были бумаги уже готовы на подпись, и очень серьезно в Турции одно время Шевчук был Владимир там тренером, Сатурн, на то время Сатурн был очень крепкий, такой, достаточно во всех отношениях, и стадион, и финансово. Клуб, они вот прям так хорошо-хорошо за мной, и с его чем общались, я знаю, по моей персоне, если так, про Россию, если вот про какие-то клубы не скажу, но по странам география была не топ-5, но какая-то Венгрия, условно, Чехия, Венгрия, да, Польша, это 100%, 100%, потому что топ-поколение, особенно вот молодежка Европы, это было на выдание просто команды. Алексей Анатольевич, а что это за клуб, шеф вот этого вот Олимпия? А это тоже такой был, как дочерний, после смены Баты они создали, то есть такой, как организм был, чтобы играли вот такие вот пацаны, которые, в принципе, просто переименовали смену Баты, просто, наверное, какие-то документальные моменты. Ну и вы, получается, были стабильным игроком на протяжении, там, сколько, 4-5 лет? В Борисове, ну, играл, было сезона 3, наверное, по 28-27 игр, одна была у меня повреждение боковой связки, я месяца 4 выпал, наверное, к Свитебскому, на городском играли, Димка Рубненко прострелил, слонг, я покатился, и так, неудачный мяч попал на излом колено, и вырвало нормально, так, я месяца 4 пропустил. Потом уже в Бресте проперел Мениск, тоже месяца там пару пропустил, было пару размышечных, ну, такого, чтобы серьезного, да, ну, и получилось, что это время, как раз, когда молодежка Еврокубки стабильно играла, слава богу, поучаствовала в всех этих передрягах. Я просто не понимаю, почему вы ушли из Баты, то есть откуда появилась там Доугава? А уже к тому времени я вернулся с чемпионата Европы, никуда не сумел перейти, подписать, и лично такая мотивация немножко приупала. На то время приходит Кривушенко и плеяда молодых таких помоложе ребят, там Андрюха Шорох, Горкуша, братья Платоновы появляются, то есть Халецкий, Тема Радьков уже, наверное, на подходе был. То есть не то, что они там дышали в спину или были сильнее, но когда ты немножко уже зависаешь в плане того, что ага, чемпионат Европы закончился, ты там обыграл итальянцев, побыл с теми, с теми, ты покапитанствовал, калач в Донецке, Корнило в Киеве, братья в Германии, там кто-то еще куда-то, а ты так опять вернулся сюда, да, то есть не то, что какая-то обида на кого-то там, не дай бог там черная зависть, но ты просто подвисаешь, бля, почему не ты, почему как так сложилось, и в общем-то, окей, я вернулся опять, давай еще раз стану чемпионом, или призером чемпионата Беларуси, и понимаете, то есть Игорь Николаевич достаточно много со мной беседовал лично, и мы сейчас в прекрасных отношениях, не то, что он меня там чехлил или не давал там играть, ни в коем случае помогал мне, но я для себя, то есть подвис очень так. Где искать мотивацию? Да, закончить, понятно, было бы совсем как бы глупо, здоровье, возраст и все, все, и опыт, и там капитанство Еврокубки позволяли, но перейти в другой белорусский клуб, и что опять, то есть в Батэ бы там перейти, там бороться за восьмые, десятые, ни в каком отношении не приобретаешь, да, ни финансовым, ни там, ни в каком вообще. Перейти куда-то, чего-то там были какие-то южные варианты, но опять же, я понимал, что это будет больше авантюра, если там это будет Казахстан на то время, там, или еще что-то. И вот так вот, да, пару сезонов, вот 2000 там какой, пятый, шестой, наверное, да, пятый, шестой побыл в Батэнк, вот, и потом было создано вот это. Вот как раз 2007 год Долгава. Да, Долгава, они создавали такой амбициозный проект, люди с Москвы были и привезли сначала Шевченко с Торпедо Москвы, тренера, а потом, ай, Петренко, извиняюсь, Петренко, кстати, чемпион Европы по футболу сборной Союза, Торпедо тренировал долго, вот, он до марта, до апреля побыл, и потом я с мая до конца года работал с Игорем Васильевичем Гамулой, Гамулой у нас был главным тренером. Это который в Ростове был? Легендой? Это который был в Ростове, да, пару лет назад, причем скоропостижно, я с ним общался буквально до этой новости за неделю, он там и в Минс собирался на игру ко мне прилететь, и для меня это было шоком. Но там вот я с ним познакомился, и поэтому переехал в Долгаву, мне набрал спортивный директор, я вылетел или выехал в Ригу, переговорили, условия, два сбора в Турции, Долгав пил, квартира там, ну, то есть транспорт, ну, как бы просто, для себя решил сменить страну, сменить город, побыть просто, познакомиться с другими людьми, там, грубо говоря, я опять же понимал, что это не не приобретаю я там каких-то там титулов, или там не буду играть при забитых трибунах, но просто хотелось смены картинки, потому что уже уже было такое. Я просто помню себя еще совсем молодым пацаном, и я, мне даже самому казалось, что на вас такое какое-то давление оказывало там и общество, что вы в таком порядке, что вы такой весь перспективный, что нужно уезжать, и вы как будто и в том числе из-за этого хотели уехать. Нет, 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 каких-то давлений я не чувствовал, я для себя, вот я помню, мы вернулись, мы летели, в Дюссельдорфе мы жили, да, базировались, да, утром улетали после последней игры, так, загрузились, так, приземление в Минске, все, такая картинка, да, наш этот чемпионат, опять же, наши те же соперники, ты понимаешь, понятно, что я сейчас не рассуждаю с высоты, что я там провел какой-то гениальный чемпионат Европы, я такой футболист еще там, да, там, защитник там, нет, просто, я же говорю, что хотелось намного большего, чем, чем случилось после, вот и все, и оно все равно внутри, как бы ты себя не мотивил, чтобы ты там себя не рассказывал, все равно тяжело, тяжело настроить себя на какой-то лад, то есть, я не ушел в какой-то там загул ни в коем случае, то есть, тренировки, но это все такое уже было механическое. Ну, понимаете, это сейчас модно, психологи, терапия и все остальное, да, как будто вот тогда этого как раз-таки не хватило. Смотрите, вот как раз-таки про чемпионат Европы, вернемся мы к этому вопросу, к этому факту, потому что белорусская сборная впервые попадает на финальную часть соревнований европейских или там мировых, и тут плей-офф с поляками, причем я следил очень хорошо за этим матчем, это 2004 год, я еще малой там футбол, ну, увлекаюсь футболом, ну, точнее, как малой, это какой класс, девятый, наверное, увлекаюсь футболом, плюс еще там живу возле границы, постоянно польское телевидение, это смотрим, и поляки говорят, о, то юж мы на белорусину в тропиле, и то террас мы бандем и ищем до революзации мистер-шоств европейских, а белорусины бандоу... И они все понимают, белорусы будут, я понимаю, что делать. И они такие, все, мы все, мы победим, там какая-то грушка, грушка юж муви же естэч, мы в финале, и тут 1-1 вы играете в Минске, причем заснеженное поле, да, холод, и в Польше просто разносите 4-0. 4-0, и еще полноточку не забили. И вы забиваете еще. Да, тут же в Минске юркоточку потащил Живнов, а со штрафного получил, по-моему, этот самый мяч за линией, то есть плохо было видно, свистнули фол, и, по-моему, со штрафного забили. Вот, в Минске, да, снег пурга, приехали в гостиницу, там, пару дней, и улетели в Польшу, да, по прилету, пресса, ясно, что там... Да, там пресса просто... Причем вывеска там Польша-Беларусь-Польша, да, но она не такая громкая, там в корзине были и швейцары, и голландцы, по-моему, или голландцы, мы в группе их шлепнули. Да, не испанцы, то есть мы могли вляпаться, грубо говоря, очень серьезно, и наверняка бы никуда бы не вышли. Поляки, окей, хотя там тоже по людям, во Франции люди уже играли, в Германии, я помню, что, когда этот вышел, да, список футболистов, кто где, очень серьезная банда. Но вот этот вот, мы уже вышли, мы уже там, их очень сильно подвело. Там во Воронках биток, федерация банкет уже там у них, музыка, помню, жарятся, что-то шашлыки там какие-то все. Ну и тут, опять же, та же наша история, нам вообще до лампочки было. Юрий, очень какой-то анекдот там на установке, там, чтобы мы расслабились. 11 демонов вышли, загнали, еще, я говорю, 4-0, плюс точку не забили еще. Хотя, я уже так, перипетии не помню, может быть, у них моменты были, но когда стало 2-0 уже, я думаю, что там уже... Не, там после 2-0 все, игру уже, они как будто потерялись, тем более вы уже второй забили в этой игре. Да. Так, смотрите, а ситуация с бутсами Глеба, это было в первом матче? Это в Минске, да, он, по-моему, забыл в гостинице, мы жили на Герасименко улице, вот это в Мазовской гостинице бутсы на игру, и пока туда-сюда администратор разгонял, а, нет, даже никто никуда не гонял, Юрка ему дал второе жилло в свои бутсы на 6 шипах, потому что вратарей, как правило, на 6, они больше по размеру, ну и, в общем-то, там, пурга, холод, замерзшие пальцы, плюс на размер больше, ну и вот такой у нас был игрок. Так как он играл вообще, хорошо? Ну, как он играл, ну, если... Ну, один-один. Да, по итогам двух игр прошли, значит, по крайней мере, не мешал. Так, проходите на чемпионат Европы, ну, это же все, типа, там эмоции, наверное, зашкаливают, это плюс-минус, как на... В Польше, значит, лететь часик, скажу сразу, мы быстренько помылись, организовали самолет, был... А тут уже жарятся шашлыки. Да, Геннадий Николаевич Невыглас был председателем Федерации, он это все завертел, закрутил, Геннадий Николаевич был, да, вот, мы быстро в самолет, и, скажу честно, скажу честно, положа руку на сердце, в часа 3, в 3.15, в 3.15 улица Сурганова, дискоклуб Юла уже ждала финалистов чемпионата Европы. Серьезно, нам так, во-первых, мало лететь, мы сразу там в автобус в Минск, там, даже не помню, где мы переодевались, может, какие-то там, я не знаю. Ну, скажу честно, в ту ночь мы еще успели заехать на дискотеку, отметить это дело, но поскольку это событие было чересчур не рядовое, да, поэтому было эмоции, столько в аэропорту, интервью, и встречали супруга Анатолия Анатольевича, Алла Была Акапская, и там, ну, жена, может, и не было, девушки, болельщики, милиция, оркестр какой-то, я помню, мы приземлились просто какими-то героями. Но почувствовали, что наконец-то хоть здесь, наконец-то приняли. Радость была, супер, радость была, эмоции просто такие юношеские, в перемешку с таким, что действительно, первенство, восьмерка Европы, это, ну, это уже как бы, как бы серьезно. Хотя начинали эту кампанию, мы достаточно тяжело прошли группу с австрийцами дома, 0-1 проиграли, я привез гол к капитанам, будучи пропустил, там, что-то под ногой нам забили 0-1, хотя могли сравнять. В Австрию полетели, прибили их, там, Цыгалка забил, по-моему, и Тёма Концевой, да, 2-0, причем такая тоже игра, они там подтянули ребят с Бундеслиги, хорошая такая игра была. И дома чехов, да, по-моему, шлепнули, голландцев, ну, в общем, потом прокатили нормально, Юрий Иванович подзавелся после Австрии, а, как было, 0-4, 0-3 получаем в Чехии, прилетаем домашняя игра с Австрией, как бы уравнять немножко в таблице положение, и тут я благополучно с капитанской, видно, передавил этот, вены, привез 0-1, короче, две игры, 0 очков. И, как бы, чтобы туда выйти, надо уже давать максимум 100. И вот полетели в Австрию, прибили потом, дома Чехов, еще, помню, Владимир Николаевич Ненавицкий комментировал, кричит, что Калачев Тимоха забил, по-моему, угостили Чехов Калачем. Тимоха забил. Вот, и так получается, что мы попадаем со второго места в плей-офф, да, на поляк. Ну, а потом подготовка, все в клубах работали, ясно, пацаны там, и понятно, что было, кто-то останется, не попав, потому что заявка не резиновая, и не попал Виталь Канадзиевский. По травме, в последнем, кстати, туре сломался. Очень такой был винтик в этом... Гродненский, да, да. Да, Виталь Канадзиевском штабе, Игорь Николаевич, такой винтик значимый был в нашем коллективе, и пацан классный, но получает травму, и не поехал. Не поехал, кто вместо него полетел, не помню. И перед Евро мы имели сбор в Руите, в Штутгарте, 10 дней, по-моему, в Руите, на базе вот этой вот знаменитой, где проводил сбор всегда Киевская Динамо, Локомотив Московский. То есть, опять же, шикарные эти условия, опять же, этот вот мы повидали, ага, значит, если здесь играть каким-то, да, тут вот так есть сборы, такое питание, вот такие поля, значит, ага, вот это вот надо хвататься за это. И тогда тоже этот сбор вот так вот прошел на одном дыхании, ни с кем, по-моему, не играли, тренировались, но действительно, стирка, питание, катание, и полетели, переехали потом в Дюссельдорф, и там уже базировались. Единственное, что вот Пашка Шмигера порвал кресты, такая-то уже, такая-то, ну и помимо этих вот карточек, этого проигрыша там. Слушайте, да, потому что там была Италия из Джилардино, которого все просто превозносили. Да, он на то время был, да, приехал лучшим абордером серии А с Пармы, да, его Милан забирал, много ребят было, да, Дероси на замену вышел, по-моему, в той игре, будущий чемпион мира, хорошая была игра, хорошая и моментов, и у них, и у нас, Юрка там тащил, помню, там, и вот этот гол, когда Саня там с двадцати, наверное, трех пробегал, бил, что ему, в общем-то, не свойственно, да, засосало такое, потом Ромка их, да, бил два ноли, и, в общем-то, а, и Тёма Концевой получил сотрясение серьезное и больше не играл на этом турнире. А Шмигера в какой игре получил травму? С хорватами, с хорватами, вторая игра с хорватами, по-моему, да. Да, Тёма, Тёма мы потеряли по здоровью, а кто же ему, подожди, кто же ему шорунда рахнул, килини, по-моему, килини локтем, то ли как, то ли головой, но попало очень неудачно, сотрясение. Тут же немцы повезли его на МРТ головного мозга, ещё Наташка его, наверное, тогда уже жена, они очень рано расписались, всё мне трезвонило, помню, как он, что он, я говорю, Наташка, да нормально всё, вроде там это, вот. Потому что сами возле гостиницы приехали, вроде голова такая, травма, ну, страстновато было, жутковато, увезли сразу эту корсет, ему, ну, что творится, и Шмидцер порвал кресты, вот две такие травмы мы поимели там. А так, конечно, фотка у меня огромная висит у родителей, плакат, конечно, вот заходишь к родителям, воспоминания обалденные. Так, ну, что там было с сербами-черногорцами? Да, слушай, пацаны, честно говоря, вот это судейство, я бы ничего там такого убийственного не было. Да, да, было симпатии, да, было, потому что, опять же, берём хорватов-сербов, да, у хорватов там Дарио Сырна, там, все звёзды, уже тогда европейского футбола восходящие, да, мы выскочки там, всё, да, удалили, два удаления, там, могли не удалять, могли сыграть мы похладнокровнее, но, знаете, имея три очка с итальянцами, будущими финалистами этого Евро, да, и потом распорядись просто этой ситуацией по более хладнокровно, грамотно, как угодно. То есть, сейчас не осуждаю, там, какие-то решения штаба, ни в коем случае, то есть, бери, бери там очочки где-то во второй игре ещё, и пускай хорваты могли просто там, сербы запить водой можно было. Ну, сложилось, как сложилось, опять же, опять же, смотрите, не попали, в четвёрку не попали, тем самым на Олимпиаду в Афины, да, не выпадаем, но, смотрите, Корнил Лакеев, Калач, Донецк, братья, Пашка Кирильчик на то время в нефтехимике первой лиги в Нижнекамске, по-моему, играл Лёха Сучков в Карпатах. Да, но вы говорили, что за всеми сетями, да, то есть, команда разъехалась, карьеры сложились, то есть, конечно, попадем мы в Афины, попадем мы в четвёрку там, или в финал, конечно, может быть, там было ещё пять таких, я бы перечислил. Но уже что есть, то есть. Чуть позже другое поколение пришло. Да, потом в Швецию поехали, потом был Лондон, поэтому как бы у каждого поколения есть какие-то свои светлые, тёмные пятна. Юрий Иосифович, потому что после Евро Юрий Иосифович тоже пошёл на повышение, возглавил национальную сборную, то есть, о нём как о тренере, потому что сейчас говорят, вот Юрий Иосифович до сих пор там по конспектам тренирует. Ну, пусть, нет, говорить можно, видишь, что хочешь, и ты по большому счёту, сейчас не про его сейчас говорим, ты можешь тренировать, делать, что хочешь, нет какой-то так и так, то есть, если твоя команда даёт результат, если у тебя есть там люди, растут индивидуальные футболисты, ты выигрываешь то, 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 первенство, баня, водокачки, что бы там ни было, на одном уровне там работаешь, ты можешь бегать кроссы, можешь нырять, можешь ходить на лыжах при сезонке, можешь играть в пляжный волейбол, бегать, я не знаю, с баллонами, только дай результат, дай продукт. Поэтому, если человек это делал, естественно, он получал логически, если складывалось национальное, молодёжное, БАТ, МТЗ, кубки, еврокубки, там, да, там, удачи, какие-то вопросов нету, потом был Мозырь, Белшина, то есть, вот так вот, да, но говорить о том, что конспекты, окей, прицепилось, опять же, это из той же истории, что физрук и... Да, абсолютно, то есть, все говорят конспекты, конспекты, но я хотел сказать, вот, что есть успех, и для вас были ли какие-то вещи, которые вы почерпнули из тренерской части? Да, конечно, много, и футбольных, именно, что непосредственно касается мяча и поля, да, и тренерской педагогики, потому что он мне дал дорогу в большой футбол, он с нами общался, он нам какими-то вопросами помогал бытовыми, он за руку нас мог водить, он мог тебя пригласить там в номер в Турции, там, угостить с какими-то там яблоками, садись, поговори как батька, как мама, то есть, ты за него готов был убить любого, и поэтому сейчас какие-то приемы ты на себе тоже, ведь, порой надо футболисту сказать, ты завтра не играешь, ты не в заявке, ты там не едешь куда-то на Еврокубке, не летишь, да, это тоже такие моменты, которые я помню, как Иотич себя вел, и где-то пытаешься это применять, потому что я помню, Мукам, когда перешел в Бате с Гродно, да, там тоже статистика бежит, все, и мы полетели с Виде играть в Венгрии, 20 человек, 21, а заявка 18, он лишний, или 19 было, но он буквально пару недель в команде, а здесь пацаны рыли полгода уже, заслуживают сыграть в Будапеште на этом стадионе, там, или быть в заявке, хотя по игре, может быть, и он бы помог, я его вызываю, говорю, Муки, ну, так вот, блять, нет, сегодня нет, жди завтра, значит, все, там, обида, я же вижу, что, по-моему, немножко расстроился, но, тем не менее, это надо говорить, это надо говорить в лицо, что делал он всегда, он вызывал, в лицо говорил. У него вообще была удивительная способность, он собирал очень крутые коллективы, какую команду ни возьми, везде просто. Я бы вот эти разговоры вообще к той же той области отнес, о чем мы говорили, физрук, такой-сякой, то есть, ребят, вы приедете с севера, там, в 30 с хвостиком, начните со второй лиги Белоруссии, да, кто там рассказывает, кто там методисты, там, сильные, там, тренеры, дойдите до, там, Сан-Сира, до трансфера Кутузова в Милан, до национальной молодежки, до евро-молодежного, одной ногой до Олимпиады, выиграете все в Белоруссии, а потом садитесь все, в общем, друг напротив друга и рассказываете. Картишки. Да, кто физрук, а кто не физрук. Мотивация какая-то вот такая яркая, которая запомнилась от Юрия Иосифовича, что-нибудь, вот как история, как он вас мотивировал перед матчами, что-нибудь вот такое, несвойственное, не футбольное. Ну, чтобы совсем, знаете, как, он такой посыл, голос такой командный, то есть состав, там, все, ну, что, мог мотивация такого, что-то. Слушайте, давайте я расскажу историю от Юрия Иосифовича, это была игра против Минского Динамо, и он говорит, ребят, ну что вам рассказывать, это Минское Динамо, там этот, в центре, Бабангида играет, вот с ним поближе, а там Банангой был, помните, такого футболиста, он даже не знал, что. Нет, перед Мюнхеном было, в дудинке сидим, в медицинской комнате такого вот размера, и такой этот массажка, ну, стол массажный такой, мы так вот семером, по-моему, а, или пятером он вызывал защитников, наверное, да, мы же, наверное, с последним защитником играли, пятером сидим, и вратарь, наверное, шестером, как на жердочке. И он про этот Мюнхен, нам что-то, блядь, надо там, чтобы там, и такая, а это же лето, жара, и такая бабочка, здорово-здорово, она как размером с голубя летает, блядь, по этому медицинскому, и он там, мы немцы, и эта бабочка перед ним пролетает, он ее так, хлоп, хандыхох немцы. Пошли, блядь, блядь, че сказал, блядь, сработало, ну, че, 4-0 загнал, сработало, сработало. Она таким, ну, смешает, он так, блядь, отойди ты, блядь, сказать, пацанам, и она перед ним, он ее так, блядь, хандыхох немцы, блядь, легендарно. Про Далгау расскажешь тебе что-нибудь? Да. Или там даже нечего рассказывать? Ну, и кроме Васильевича Гамул, не, как бы, хорошая, до сих пор, честно говоря, до сих пор со многими пацанами на связи, с латышами, кто-то уже закончил, кто-то даже тренирует, кто-то есть, даже ребят 40, там, с Хвостиком еще поигрывают, вот. Хорошее время, классное, выходные, Юрмала, Рига, рыбалка, то есть, природа, больше, че, год пролетел, знаете, как по легионерству почувствовал, что такое жить, там, на съемной квартире, там, самому питаться, самому, там, что-то стирать, убирать, ну, и вот столкнулся, я говорил, что Петренко был, у него немножко не получилось, хотя легендарный, в принципе, человек для футбола, для советского, ну, как бы, познакомились, общались хорошо, но в плане результата не поперло, а и приехал Васильевич Гамул. Ну, это, конечно, царство ему небесное, это фантастический человек и тренер, и вообще. Ну, он, конечно, смешной был сам по себе, или он не лепил так вот? Нет, он лепил страшно, он лепил страшно. У него были очень тяжелые тренировки, он сам не скрывал, что это киевская, скажем так, направленность тех времен, они очень любили все это, успехи Валерия Владимировича. Васильевича Лобановского, и как бы мы очень много бегали, прыгали, кувыркались, там, что-то, но в плане того, что разрядить или что-нибудь лепануть, это, пацаны, честно, это удар просто. Он лепил такого горбата, он не понимает, что он серьезно говорит, или он шутит, или он, ну, то есть, такой классный дядька, причем, еще раз, собрать, там, попить кофейку, рассказать, помочь, там, даже какой-то копейкой кому-то, там, что-то, что-то, вообще вопросов нет. Он жил один, без семьи, у него дочка в Ростове жила, я не помню, и он, те, кто один, на квартирах, он так в 7 утра встанет, в 8, если выходной, алло, Кашо, ты где-то? Какой у тебя кофе? Я говорю, какой кофе, ребят, давай быстренько в гостиницу, там такая гостиница была, Латгала, как сейчас называлась такая, ну, европейская, такой большой лобби, там, кофе, фонтанчики, такой, мы там по полдня сидели, потому что делать особо нечего, городишко маленький. Так что, все, все, я уже оплачиваю, давай, и ты, блядь, Василий, да хорош чудить, утром шлых-шлых-шлых, садись туда-сюда, потом, там, где-то в один час перекусим, подожди, поговорим про футбол, то есть, не то, что он там собирал, там, какой-то банкет, там, жареный, он, кстати, на то время сам, как бы, был, после бурной молодости, и такой, ну, не употреблял ничего, вот, ну, вот время, конечно, обалденный дядька. Вот, горжусь, что был с ним знаком, и он должен был прилететь ко мне на игру с видеотоном Борисов, и билеты, и этот самый прислал уже все, и все эти данные в гостиницу сюда, в Викторию, спали им, и утром написал мне в 4 утра, что на автобусе выезжает, там, мама старенькая у него, на Украине, при смерти уже была, и он поехал туда, вот, и потом общались, и вот эта новость, конечно, туда прибила немножко. Так, а так, что пацан рассказывает, год пролетел, это же не серия, они там ничего, говорю, хорошее отношение оставить, хорошее знакомство, и с Васильевичем поработал. И Брест остается у вас в карьере 2 года, даже 3, наверное? 3, 3, 3 года в Бресте, да, побыл с Геворкиановым Франгесовичем, потом Трацок, его сейчас застал, значит, Слав Семенович Рушанов, я там много, много тренеров повидал, и плюс, когда приехал первый год, успел еще вот эту звездную диаспору поймать, Ромка Василюк, Серега Козак, Сокол, Ковалюк, Серега, потом Ромка Василюк, ну, то есть, банда такая, наверное, Цевана, Мазалевского, Олихновича, то есть, их уход перед их, уходом в Баты, вот эта банда вся была в Бресте. Город-сказка, стадион-сказка, единственное, что вот эти, да, когда попадаю через всю страну ехать, там, да, вот эти география, а так, Беловежская пуща, люди, сам город, ну, он просто завораживает своей какой-то такой любовью, красотой, там, сходить в кино, в парк, там, кофе попить. Я на тренировку всегда пешком ходил, потому что идет жизнь, радуешься, тренировки тоже, ну, то есть, супер, супер, супер было, супер. Ну, единственное, что закончил, потому что поступило, во-первых, предложение от Михалыча войти в штаб, а во-вторых, уже со здоровьем был Неважнецкий, и, в общем-то, ни себя не мучил, ни уже команду, потому что на то время уже был Иосич главный, я к нему пошел по чесноку, сказал, говорю, Иосич, так и так, Анатолич с Михалычем вместе набрали их инициативу, чтобы я немножко уже подзаканчивал, пошел на тренерскую, и помогите мне с контрактом расторгнуть его здесь, вот, чтобы я спокойно ушел. Иосич посодействовал этому всему, я день-два еще побыл в Бресте, там, рассчитался все это, там, с людьми по-хорошему разошелся, там, кому-то что-то занес, принес, чтобы так, не поминали лихо, и поехал. И закончили в 29 лет. В 29 лет закончил, и уже 11-й год, да, 30 мне было в феврале, 11-й год я уже встречал в ранге одного из ассистентов Виктора Михалыча в противостоянии с ПСЖ. Дома здесь могли повезти 3-1, если Пскаву забил, тут же 2-2, и в Париже 0-0 Бресан имел сумасшедший момент на Стат-де-Пранс. Да, не забили, но хотя и там нам могли забить, но в Париже 0-0 сыграли, да, это для меня было, опять же, то есть, немножко вчера в Бресте, там, на этом самом, как центральный, по-моему, надо называть, скака центральная, а тут Париж, да, ничего себе. Если я не ошибаюсь, будучи игроком Бреста, вы нанесли травму Рафаэля Ледезме, крестообразную связку. Нет, это писали про меня. Это не вы были? Нет, это прицепилось почему-то. А почему прицепилось именно к вам, я понимаю. Не знаю, может быть, какая-то фотография, может быть, перепутали номера, не было такого, никому я не рвал никакие связки. Единственное, что я забил, победный гол МТЗ Репо, Саньке Сулимин, гол тура был. Есть что вспомнить, вспомнить. Потому что Мишка так переживал. Я сам помню, что какая-то ходила такая, я думаю, зачем мне этот Ледезмой, вообще, последние годы, у меня, блядь, три карточки за всю карьеру. Какой Ледезмой, блядь, пальцами труху, блядь. Надо, короче, найти, кто это был, чтобы с вас снять. Блин, честно говоря, может, какой-то, знаешь, единоборство, контакт с ним именно был, чтобы такие последствия потом были. Но, честно, я бы, блин, точно засечь какая-то была у меня, блядь, на сердце. Потому что, как бы, ну, травм наносить, это все-таки хлеб. Один хлеб едим, то есть, может быть, единственное, что там несчастный случай, может, единоборство было и потом такие последствия. То есть, а так, не думаю, пацаны, что это был я. Так, ну что, тренерская карьера. Единственное, что хотел спросить, один вопрос. Национальная сборная, ни одного матча не было? Нет. На то время, я объясняю вам один очень простой момент. На то время, когда молодежка шумела наша и Батэ в Еврокубках, это было время золотого поколения нашего футбола, 73-75 год рождения. Если мы сейчас начнем перечислять футболистов, да, вот это Хацкевич, Белькевич, Кульчи, Штанюк, Островский, Гуренко, Тумилович, Качура и все-все-все. То есть, ну, вы, наверное, сами поймете, почему на то время главный тренер Анатолий Николаевич Байдач не очень-то вызывал ребят, которые играют в нашем чемпионате. Кстати, очень редко тогда появлялся кто-то из молодежи. Ромку Василюка он мог вызывать, да, или там Глебаню. Ну, Глебаню, понятно, он уже играл за границей. Юрку Живнову могли вызвать, он уже на то время в Москве был. То есть, тогда пролезть туда было практически невозможно. Из Беларуси, получается. Да, да, то есть, если ты туда, вот я же говорю, не перешагнул, куда Корнило, там, Калач, Юрка Живнов, да, то есть, тут, будь ты там в Батэху, 7-5 делал, будет, было очень тяжело. Потому что потом, будучи игроком молодежки, ты, мы же летали одним чартером с националкой. То есть, ты, когда заходишь в самолет, сразу подают все вопросы, почему тебя не вызывают. Хацкевич, Белькевич, полуфинал Лиги чемпионов. Качура, там, Англия, Шеффилд, Штанюк, Англия, там, Динамо, Москва. И все-все-все, то есть, Гуренко, Рома. И ты просто заходишь, говоришь, здравствуй, садишься, пристегиваешься и полетел. Потому что, как бы, тогда было сумасшедшее поколение. 73-й, 75-й, Гуренко, и 72-го, и 70-го Лухович был, Александр. Он 70-й в торпедо был просто там глыбой. То есть, тогда практически не было, не то, что практически, не было с Беларуси людей. Там приезжали люди, или это чемпионат Беларуси, чемпионат России и Украины, либо же это Рома, там, Кутуз, там, потом начал ездить, там, делал спортинги, был. То есть, без шансов. Ну, там, да, спортинг. Да нет, без шансов, без шансов. Это потом уже начали штанги подпускать, но уже то поколение заканчивало. Хацкевич, Белькевич заканчивали, и уже начало меняться это, и начал он дергать. Причем он там, ну, давай, честно, вызывал порой, там, для какого-то там пиара или что-то там. Такие попадали люди в националку, чтобы фамилию первую раз узнаешь. А тогда без шансов было. Ну, как? Без шансов, то есть, понятно, что... Нет, шанс, как бы, он всегда есть, да, но это было... Просто ты понимаешь, что на твоей позиции сидит там, ну, словно там, ну, справа, Гурьянка, окей. А он в Роме, блядь, ты... Или в центре играет Штанюк, Островский, там, да, пара. Или Яскович, Сергей, блядь, тоже я с ним в Томске пересекся, потом на тренировку думаю. Еб там, Сережа, что ты в Томске делаешь? Ты должен в Спартаке играть минимум. А он же во Франции даже играл. Там, в третьей, да, лиге там. Ну, пускай даже в третьей. Да, да, он играл во Франции. Он жив был. Да, кстати, между прочим, первый клуб из Донецка, шахтер, он порвал кресты, там, потом карьера не сложилась. Но то, что у человека две ноги, головой, как он двигается, как он с мячом работает. То есть, даже вот, возьми центр, слева, там, я не помню, кто его там слева мог играть. Ну, атака там, ясно, Ромашенко, в центре Кунча, Белькевич, ну, то есть, понимаете, да, для чего меня было вызывать. Так, просто побыть, ну, лучше я тогда за молодежку сыграю. Супер было, супер поколение. Итак, 25 человек угадали счет матча, угадали, что Монт-Сити переиграет Нью-Кассел только со счетом 1-0. И один из 25 получит вот этот вот фирменный мяч с автографом амбассадора фан-бет Станислава Драгуна. Кто же это будет? Правила очень простые, поскольку сейчас у нас, мы не за столом, мы не вчетвером, не втроем. То есть, дополнительных игр, конкурсов не будет. Вы видите, что у меня есть вот такая вот здесь рядом кнопочка. Когда-то мы уже похожий розыгрыш проводили. Итак, 25 участников. Прямо сейчас вы видите вставочку, где они крутятся вот на экране. Имя и, соответственно, ник в Ютубе каждого из участников. Я нажимаю на кнопку, через некоторое время рандомайзер останавливается, и мы видим имя одного победителя, который, собственно, этот мяч и получает. Итак, внимание, друзья. Кнопочка нажата, время пошло. Музычка фоновая играет. По крайней мере, у меня так точно. Ну и мы смотрим на экране, кто там. Оля, парень, Реша-Тереша, Рыжий. Итак, Ма-Три-Икса-Им. Максим-96. Я так понимаю, Макс, Максим, Максюша, Максимчик. Этот мячик. Мяч самого амбассадора фон-бет Станислава Драгуна, экс-капитана Батэ, капитана медиафутбольной лиги Де Медиа. Вот видишь, буква Д, штрих номер 8, именно такой фон-бет номер у Станислава Драгуна, как раз-таки достается именно тебе. Музыка.